здравствуйте меня зовут марат вот купил себе катушку уже не первый раз в этом магазине здоровский магазин отличное обслуживание спасибо ребятам большое всегда помогают сюда подсказывают спасибо здорово копатели здорово вдуватели наконец наконец-то наступила долгожданная весна и нас шлет я бтв 18 мы вам в дуем ура объявляю сезон открытый да будут находки да будет свет а вот маньяк самый настоящий с ними он не пьет приехал копать молодец респект все поехали перебрушка но это позднее николаевская или чуть попозже от моем когда водичка будет и и и и и и и ветер наклеить вот он торчит и я короче прикинь и чищу и провяжу камень отваливается и падает в эту ямку я его не нашел но к стекло видимо было серенькой такое но серебро вишами это сохранилось как эти вещи куха где то есть весу личка серебро поперло до уже уже два у меня храпотница сегодня испытывает сама по себе уже и по за это особый зубной порошок город гомель бывший советский союз гомелю привет а кто у нас там в гомеле то есть а это гончаровый привет да гончаровый танюхи привет большой и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Деленый кружочек Люди разбежались А я Все хожу по пятачку Полушка Видимо полушка Какого-то года А нет Копейка Копейка Николаевская Видите остатки Копейка Ладно Еще надо здесь ходить Мистик где-то здесь рядом Серебряную эту Сережечку нашел Так что продолжаем поиск Еще одна Товарища Похоже Деньга Потом соберемся Помоем их Замочек Безушка Терапинка Какая-то Вот здесь она Момент истины Спустя 17 часов Копа Появился сигнал Десять часов Дороги Ну я дорогу Не считаю В четверг Выехали Вот только И ехали Я сейчас Ха-ха Буду по комочку Нафиг Доставать Ага Здесь Вот здесь Чего-то Все меньше и меньше Опа Ники Конинка Тем более А не Волнистые Волнистые Пореже Попадаются Ага Каминочка Каминочка Есть Значит Что-то было Тут все-таки Динозавров Огромных Ящик Тихо-тихо Куда-то Какая Желтенькая Известно Я тебя Не покоцал Опа Все Опа Побежала Побежала Ой-ой-ой Извивается Все Какая Деловая Еще Одна Монета Или Пуговица Монета Копеечка Еще Одна Копеечка Николаевская Суть По всему Копеечка Вон Ямка И Вот Следующая Ямка Где она У меня Апа Еще Один Зелененький Кружочек Тоже Судя По Орлу Копеечка Вот Здесь Вот Что показывает Похож Так Какой сигнал 36 38 40 Ну Он Он Такой Полумонетный Даже На моем Не На полюбасу Позитив Он Еще Как Вот Такой Глубокенький Не Пятак Но Да Может Опять Копеечка Ой Квики Накачали Меня Ребятки Напоили Подогрели Обрали Сейчас Посмотрим Что у нас Тут Лежит Оба На Лопатута Так Аккуратней Все Вот Он Где Вот Он Где Сейчас Я его Точно Взял Не знаю У меня Тупит Что-то Звук Такой Неприятный Влажности Может Да Не У него Что-то Наушники Высвечивает Я не могу Убрать Как будто Я с наушниками Хожу Так Даже Мой Отзывается А Ты рядом Положил Нормально Сигнал На монетке Все Здесь Приближаемся Приближаемся К развязке Поносная жижа Все Вот Здесь К сожалению День рождения Только раз в году Что Гильза Нет Ты знаешь Это даже Не гильза Какая-то Короче Какая-то Хрень цветная Слушай Она даже Что-то Поблескивает День рождения Серебридense Бривну Можете С joint Облом Ладно Ещё Не вечер Ещё Накопаем Ё-ё-ё-ё Так Где она Шестая Сигналы Какие-то Странные На неё не очень медные. Даже не поймешь, что это монета. Так, что это у нас? А это у нас двадцатка СССР 1947 год, поэтому такой сигнал странный. Ну ладно, шестая монетка. Судя по всему, конинка поблескивает. Или пуговка. Сейчас мы ее изымем. Провалилась в ямку. Опачки. Сейчас мы ее тут же и обмоем. Да, пуговка с позолотой. Фу, ребятушки. Земля еще не отошла целиком. Вот такую вот выдолбил крупняшку. Опа-на. Хочу еще дойти. Ребята говорят, там урочище вообще сдвинули бульдозером. Заснять чисто. Так, ну а это что у меня? Что за монетоз? Так, так, так. Что-то крупненькое. Ладно, в лагере ототру. Дойду до урочища. Засниму там ситуацию. Вот на той стороне срезан весь слой. Сейчас я туда пройду. Засниму это. Вот здесь вот еще вдоль берега пролазю. Ну вот я, ребята, и на другой стороне. Перепрыгнул я там в узком месте. Очень по-крутому. Благо, что в воду не попал. Фу, пить охота. Жарко уже, водички не взял. И вот на береге, на этом, мусора поменьше. Деревня стояла, в общем, на той стороне. Вот там вот. Там и шурфы. И, в общем, все звенит. Такая она, видать, поздняя деревня. И страшное это дело там. Здесь у нас что, бобровые все вот эти вот плотины, деревья. Старые вот эти бобровые, покусанные. И вот на этой вот части хожу. И вот такой вот крупнячок еще один выскочил. Опа-на. Не знаю, что это у нас. Воды нету. Ну, судя по всему, Николаевская. Что-то. Какие-то копейки. Три копейки. Или типа того. К водичке подойти, помыть. Сейчас сделаю. Сушняк такой, что хочется прям хоть из воды пипить. Козленочкам только неохота становиться. Так, где бы мне здесь не утонуть. Сейчас мы ее помоем. Так, что это у нас? А это, походу, советик. Советик. Три копейки двадцать четвертого года. Вот так вот. Наверное, и предыдущая тоже была. Советская. Три копейки. Ой, вода прям приятна. Пить стало еще сильнее хотеться. Медные монеты 1924-1925 годов. С введением в 1922 году твердой валюты, обеспеченной золотым запасом червонцев, стал возможен выпуск в обращении медной монеты нового образца. 24 февраля 1924 года новые медные монеты стали поступать в обращение. Монетная стопа и линия номиналов была использована та же, что и у последних дореволюционных монет императорской России. 50 рублей из кудо-меди. Но в нее не были включены монеты самых мелких номиналов. Полкопейки и одна четвертая копейки. В 1925 году началось производство и полкопеечной монеты, которая продолжалась только три года до 1928 года и больше никогда не возобновлялась. Из-за большой загрузки Ленинградского монетного двора часть заказа была размещена в спеццехе Ленинградского завода «Красная Заря». А также по просьбе советского правительства в Англии монеты 3,5 копеек чеканили с гладким гуртом. 1,2 с вертикальным рубчатым гуртом. Цена на 3 копейки с гладким гуртом доходит до 600 рублей. С рубчатым свыше 30 тысяч рублей. Редкой также считается 2 копейки 1924 года с гладким гуртом. Цена ее доходит до 3000 рублей. 2 копейки 1925 года – одна из самых редких и самых дорогих монет Советского Союза. На аукционах она бывает довольно редко. Копейка 1924 года с рубчатым гуртом оценивается в 300 рублей, а с гладким – более 5000 рублей. Копейка же 1925 года стоит около 6000 рублей. Цена же на полкопейки 1925 и 1927 года где-то в районе 700 рублей. А цена на полкопейки 1928 года доходит до 2000 рублей. Эти медные монеты довольно-таки приятные, не маленького они размера, и находить их всегда в наших полях интересно. Вот такие вот дела, ребята. Коп продолжается. Сейчас буду ходить на этой части поля. Может быть, здесь народ особо не лазил. Все ходили на деревни, шурфили, а я вот там вот сзади, сзади меня полазлю сейчас. Ну, аж таких вот ранних советов понакопаю. Ладно, продолжайте смотреть. Вот она эта плотина с другой стороны. Сейчас я вот здесь вот пробегусь немножечко, да и к своим пойду. Незакопанные ямки. И вот что у нас здесь творится. Это как-то называется. Просто нафиг техникой все снесли. И не знаю, чего они здесь искали. Это уже какой коп получается. Такой варварский. Сейчас туда поближе подойду. Да, картина печальная. Это уже не коп. Это свинство. Ужас. После такого, конечно. За жопу надо бывать. И наказывать. Все, давайте. Давай пока. Заряжай. Лет подошел к концу. Все довольны. Всем огромный привет. Коля. До встречи. Мистик привет. Мистик привет. Привет. Копаю привет. Да, жаль ты с нами не поехал. В общем, всем огромный привет. Да, до встречи. Всех ждем на слеты. Накопали много хабара. Все супер, короче. Отмочим, покажем. Да. Все, всем пока. 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 Колокольня только осталась. Вот она, колокольня. А я вот такую вот секрешечку нашел. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok